Во-первых, здравствуйте, дорогие коллеги. Рад вас видеть. Не рад, что я вынужден вас видеть в таком ущербном режиме. Я бы предпочел вас, конечно, руками потрогать и поближе посмотреть. Но хотя бы так и то, слава Богу. Так, по теме. Значит, я с позволения руководителей и организаторов решил изменить тему докладов. В связи с тем, что было мной вчера услышано на самом первом пленарном докладе, я решил отреагировать сразу по горячим следам. Поэтому я бы хотел сегодня поговорить о политических взглядах Фреге. Немножко отклониться, возможно, от темы симпозиума. Но, как я докладывал, на одном из предыдущих австрийских симпозиумов в Екатеринбурге все-таки совпадение взгляда Фреге со школой Брентана настолько разительное, что при его чтении может возникнуть впечатление, что перед нами какой-то австрийский автор. Человек, как минимум, очень тесно связанный со школой и с кругом людей, которые группировались вокруг Брентана. Поэтому обсуждение Фреге в связи с австрийской философией вполне уместно. Да, вот такое я себе придумал оправдание. Далее. Ну, во-первых, я все-таки начал бы с реверансов, чтобы это не выглядело как некие критические нападки на вчерашнего докладчика Вавельяна Вавельяновича Анашвили, уважаемого. Доклад его был замечательный и очень интересный. Я его слушал, не прерываясь, полтора часа. А это я вам прямо скажу что-то небывалое. Чтоб я чего-то слушал полтора часа непрерывно, такое, по-моему, только в студенческие времена бывало. То есть всяческие реверансы. Доклад был великолепнейший. Я такого уже не помню, когда слышал. Но в процессе доклада он сделал некоторое отступление, дабы обрисовать общий контекст. И кое-что сказал по поводу взгляда Фреги. И там вот озвучилась такая общепринятая позиция, которая постоянно воспроизводится, по крайней мере, в нашем русскоязычном сообществе. Да, на самом деле, и не только в нем. Которая, на мой взгляд, по крайней мере, не точная и не вполне адекватна. Дело в том, что я и сам пытался, ну, не пытался, думал о том, чтобы на эту тему статью соорудить лет 5-6 назад. Но, исходя из таких немножко снобильских соображений, решил, что не стоит на это тратить время. И занялся тогда другими вопросами. Вот. Но тут, поскольку он еще вчера сказал, что они подготовили уже к изданию перевод дневника Фреги. А там с большой вероятностью будет, как положено, сопроводительная статья. И если вот это там опять будет воспроизведено, а многие же у нас читают вот эти материалы после того, как прочитают вступительную статью, и потом уже воспринимают это не очень адекватно, сквозь призму того, что про него, про это уже рассказали, и как это надо понимать. Словом, если вот такое понимание сейчас укоренится и пойдет в массу, будет немножко обидно. Вот по этой причине я решил немножко, даже не немножко, а просто изменить тему доклада. Итак, о политических взглядах Фреги. Сначала факты. Эти самые политические взгляды изложены в двух текстах. В двух. Сразу обращаю внимание. Первое. Это тот самый печально известный, скандально известный политический дневник. Но он не совсем политический, он просто дневник. Но в основном там речь идет о всяких политических материях. Это записи, которые Фреги делал в 24-м году, весной, с 8-го или с 10-го марта и по 9-е мая. Вот сразу давайте я подчеркну. 24-й год. Это, во-первых, Фреги уже 75 лет. Это уже очень пожилой человек. На всякий случай можно бы сделать на это скидку и принять его внимание. Во-вторых, после того, как он написал свои основные работы, прошло уже довольно много лет. То есть уже 40 лет, как он написал основание арифметики. Уже эпичные 30 лет и 3 года после статьи о смысле и значении. Это я к тому, что если мы устанавливаем взаимосвязи и проводим параллели между разными работами, то давайте вот это принимать внимание. Что это все он написал уже очень давно. Ну и в-третьих, что ли, все-таки надо тут учитывать, что такое 24-й год в Германии, что там за вакханалия творилось, по-современному говоря, в информационном пространстве. Какие из этих вещей являются результатом выстраданных убеждений, а какие реакции на всеобщее массовое сумасшествие, которое тогда было в немецком общественном мнении, да и вообще в Европе, что тогда творилось. Итак, вот это первый факт. Политический дневник. Весна 24-го года. Второй факт менее известен. Даже у меня есть подозрение, что он чуть ли не... Ну, по крайней мере, у нас вообще неизвестен. Это проект избирательного закона, который Фреги составил в 2018 году. Ну, я не слышал, которые более-менее интересуются историей логики, историей философии. Слышали ли они вообще об этом факте, что Фреги вот этим в 2018 году занимался. Ответ всегда был отрицательный. Значит, этот проект он направил к Леменсу фон Дельбрюку. Это был основной политик, который ушел в оставку в 2016 году и переехал в Йену. И читал там какие-то лекции в Йенском университете. И с Фреги был лично знаком и общался. До этого он занимал пост вице-президента прусского, подчеркиваю, не германского, а только прусского, вице-президента штатсминистериума. Что это значит, я не знаю, но звучит внушительно. Должность, видимо, все-таки серьезная. Да, значит, вот этот проект избирательного закона он отправил, передал Дельбрюку. Но тот по каким-то причинам не дал ему ходу. Не стал его в какие-то более высокие инстанции переправлять. Но, как пишут издатели, там были некоторые расхождения в политических взглядах. И Дельбрюку, по всей видимости, это не должно было понравиться, то, что там Фреги предлагал. И вот он пролежал в архиве никому неизвестный. Нашли его где-то уже в середине, в конце 90-х в библиотеке Ермского университета в архиве Дельбрюка. Нашел у Ведаты такой известный тоже исследователь Фреги, который там, пользуясь своей близостью к архиву, много чего находит и публикует. И опубликовано это было только в 2000 году. Ну вот в этом сборнике, я могу его показать. Я просто с Суви Датой когда-то общался, он мне его просто подарил. Так вот, да, первый хорошо известен, он скандальный. Там действительно Фреги написал такие вещи, что волосы дыбы могут стать. А вот в этом избирательном законе, который он предлагал шестью годами раньше, ничего такого горячего, экстремального, экстремистского, радикального нет. Очень такой сдержанный проект закона, либеральный даже, по тем временам либеральный, по нынешним его бы либеральным не назвали. Но тогда это вполне в духе, вот как это, ну есть такой термин, либеральный консерватизм или консервативный либерализм. Вот примерно в таком духе у него был избирательный закон. По крайней мере он там не предполагает, я его прямо скажу, я его подробно не изучал, руки так и не дошли, просмотрел по диагонали. Не предусматривает он там ограничения гражданских избирательных прав, кому бы то ни было, по национальному признаку, по политическим убеждениям, вообще ни по каким. Он там просто в самом начале пишет, что избирательные права должны иметь, во-первых, люди безупречные, ну, он бы шотен, что это по тем временам означало, не очень понятно. Видимо, в том смысле, что несудимые или еще что-то такое, что значит безупречные. Во-вторых, отслужившие в армии, отдавшие свой дух к родине, и в-третьих, создавшие семью, даже если эта семья прекратила свое существование. Все, больше никаких ограничений. Ни к евреям, ни к коммунистам, никому. Да, вот тут только феминистки могут начать кидать в него гнилыми помидорами, потому что служившие в армии автоматически исключают из числа избирателей женщин. Но это 18-й год. Тогда, по-моему, только большевики предоставляли женщинам избирательные права. Больше нигде в Европе такого не было. Так что даже тут, с поправкой на контекст временной, за что его тут упрекать? Ну, во всяком случае, вот два текста. В 18-м году ничего такого нехорошего Фредди не пишет. В 24-м году, в течение вот этих шести лет, что-то с ним такое произошло. Что он начал писать вот такие радикальные вещи. Итак, вот это фактическая сторона. Теперь перейдем к содержанию и потихоньку к тому, как это содержание понимать. Давайте сразу вот на это я обращу внимание, чтобы показать. Так, вот запись от 22-го апреля, где он впервые начинает подробно говорить на интересующие темы. Ну, вот самое первое предложение. Давайте сразу на него обратим внимание. Лишь в последние годы я действительно смог усвоить антисемитизм. Да, слушайте, на всякий случай, это перевод рабочий. Я для себя это делал, не для публикации. Я тогда по-быстрому что-то сделал, не заботился о редактировании. Поэтому, если кто-то относится к этому слишком вредливо, можете проверить по оригинальному тексту. Ну, тем более, что, как обещал Валериан Валериан вчера, там что-то у них уже готово к изданию. Можете потом свериться. Но смысл все-таки такой. За это я, пожалуй, отвечаю. Стилистика, может, не самая лучшая. Итак, вот это он пишет в 1924 году. Лишь в последние годы я действительно смог усвоить антисемитизм. Ой. Ой. Вот. Насколько эти годы последние? Два, три, четыре, не очень понятно. Но судя по тому, что в 1918 году оно никак не засветилось, это совсем последние годы. То есть, когда мы говорим, что вот в Фреге там был антисемит, ну, тут надо уточнять, что в 1924 году он был антисемит. А вот был ли он хотя бы в 1918 году, тем более, когда он работал над основанием математики и когда он там делал свою революцию в логике, ну, наверное, туда эти нецелесообразно эти оценки вот туда переносить. И тут же, вот сделав это замечание, что антисемитизм у него такой вот индуцированный, наведенный, причем уже на склоне лет. Вот тут начинает он эту тему. О том, что весьма желательно установить отличительный признак, который позволял бы распознавать еврея. Всегда он, видите ли, считал он это проблемой. Вот это всегда немного смущает. То ли в последние годы, то ли все-таки всегда. То ли это просто оборот речи. Да, ну вот что значит, этими вопросами занялся логик. Ему отличительный признак нужен. Сразу слышны намеки на то, как он рассуждал об основаниях арифметики, о том, по каким признакам можно распознать число и другие идеальные сущности, как их отличить от другого рода предметов. Вот, значит, вот здесь первый раз эта тема появляется. И следующая запись. Через неделю. Да, вот тут я, к сожалению, не могу выделить, чтобы обратить ваше внимание на презентацию. Ой, да что ж такое. Да, он считает это несчастьем, что в Германии так много евреев. И вот нехорошо, что они равны в права с гражданами арийского происхождения. Вот это слово «да» должно вызвать у нас нехорошие ассоциации. В связи с чем-то он упоминает арийское происхождение. Ну а потом опять возвращается к тому вопросу, который он считает главным. То есть прежде чем принимать какие-то меры по защите от каких-то чуждых элементов, надо все-таки разобраться с тем, как же отличить-то еврея от нееврея, в частности. Это, говорит, легко было сделать лет 60 назад. Ну 60 лет назад – это до того, как были приняты законы, уравнивающие граждан Германии в правах. Когда все получили свободу передвижения, свободу предпринимательства и прочее, прочее. В том числе и евреи. И вот за эти 60 лет они так сильно перемешались, что теперь непонятно, как их отличить. Ну и вот дальше ключевое. И главное, жирным я это выделил. Что это за критерий? Понимаете, нет здесь среди этих критерий расовых антропологических признаков. Вот такая сдержанная, немножко расплывчатая у него формулировка в дневнике. Необходимо, возможно, удовлетвориться борьбой с образом мыслей, который проявляется в действиях евреев. И наказывать за эти действия, вот за действия. Даже не за образ мыслей, а за действия, которые связаны с образом мыслей. Но это совсем не то, что было, вот, например, в нацистских нюрнбергских законах. Когда принадлежность к еврейству определялась происхождением от предков. Я там точно не помню, то ли три из четверых предков во втором колене должны быть евреями, чтобы человек был признан евреем. Как кажется, так у них было. Слушайте, если вот этим критерием руководствоваться, то ни Витгенштейн, ни Шлик, ни Карнап евреями бы не оказались. Вот и что интересно. Если это вообще интересно. Но зато евреями оказались бы многие другие люди. Значит, ну что это за образ мыслей? Из других частей дневника можно догадаться. Потому что чаще всего он это дело ассоциирует с социал-демократами. В двух местах он вспоминает, что среди лидеров социал-демократии не наблюдается патриотизма. И среди них много евреев. По всей видимости, под образом мысли он имеет в виду прежде всего вот это. Принадлежность к социал-демократии. Да, и в другом месте, по-моему, 23 апреля, вот он прямым текстом говорит, что гражданских прав должны быть лишены марксисты. Вот единственное место, где он вот так прямо высказывается. Кого надо ограничивать? Марксистов надо ограничивать. Ну, поэтому это вот нелогический вывод. Да, это такая ассоциативная связь какая-то. Что же он за образ мысли имеет в виду? По всей видимости, вот это. Социал-демократию и марксизм. Но это популярная мысль, которая тогда много кем в публицистике озвучивала, что социал-демократия – это еврейское учение, потому что и Маркс, и все остальные. И прочее. То есть, хотел бы я на этом акцентировать внимание сразу. Единственное место, где он говорит о критериях распознавания евреев. Да, это нехорошо. Антисемитизм хвалить как-то. Не то, что как-то, а вообще никак. Но это не нацистский антисемитизм. Но все-таки антисемитизм, наверное, существует столько же, сколько существуют евреи. Как и любая ксенофобия, существует столько, сколько люди делятся на нации, этносы и прочее. Но одно дело – религиозный антисемитизм, который был в средние века, или просвещенческий антисемитизм, который мы наблюдаем даже у Канта и у Гейвилля, да и у кого только мы не наблюдаем. И вот нацистский, совсем уж никуда не годный, расовый антисемитизм. Для Фреги он не характерен. Даже если другие места дневника посмотреть, где он косвенно о чем-то пишет, не наблюдается у него таких взглядов. Это такой просвещенческий антисемитизм. Вполне в духе середины XIX века. Но с нацизмом нет оснований его вот здесь вот как-то связывать. Кроме того, по поводу его теперь связи уже перейдем к более широким вещам. С нацизмом вообще. Следующая цитатка. Вот единственное место, где он хвалит Гитлера, где он говорит о своем с ним согласии. Тоже часто про это вспоминают. Ах, он там успел Гитлера похвалить в 1924 году. Давайте обратим внимание, на что, за что именно он его хвалит и с чем именно он соглашается. Да, 1924 год, это вскоре после пивного путча, когда судебный процесс идет над организаторами этого путча, включая самого Гитлера. Вот за что он его хвалит. Что после ухода Бисмарка Германия не имела ясной политической цели. Это слова Гитлера. Но уже в следующем предложении он начинает это дело излагать подробно и далее вступает с Гитлером в полемику. Я не стал все это подробно выписывать, просто обозначил дальнейший ход его мысли. Вот две альтернативы, которые Гитлер предлагает геополитически, то ли с Англией против России, то ли с России против Англии, и вот тут же он начинает с этим полемизировать. И то, и другое кажется мне сомнительным. И дальше на два больших абзаца идет у него рассуждение о том, почему оно кажется ему сомнительным. Ну и последнее предложение я все-таки привел, потому что оно важно для понимания Фреги. Вот это рассуждение на двух абзацах кончается вот этим замечанием. Приумелой внешней политике, если бы она проводилась по-бисмарковски, потом все Бисмарк вспоминает. Мы смогли бы, как он считает, удержать Россию от выступления против нас. Вот оно чем. То есть он хвалит Гитлера, да, но хвалит он его не за нацизм вообще-то, а за некоторые геополитические рассуждения, которые можно найти, и в те времена можно было найти, и сейчас у многих историков можно найти. За геополитические рассуждения о том, что нецелесообразно воевать было Германией на два фронта. В общем-то, это даже где-то банальности. И даже с этим он потом с ним начинает в подробностях, в частности, вспомнить. Вот единственное место, где он положительно вспоминает о Гитлере и в чем он соглашается. Больше денег он про него не вспоминает. Ну, косвенно, сейчас я это покажу тоже. Поэтому даже на этом основании записывать Фрегги в нацисты, ну, нет таких оснований. Тем более, что дальше, вот днем ранее, 4 мая, такая встречается у него запись про Людендорфа, который глава партии «Свобода немецкого народа». Разочаровал он, видите ли, его как политик. И опять-таки, что он ему ставит в упрек? В Жирном я это специально выделил. В упрек он ему ставит то, что он участвовал в путье Гитлера. Ну, правда, как честный человек, я вот оставил предыдущее. Не умеет он ждать. То есть непонятно, почему он это ему ставит в упрек. То ли тактическая ошибка, что раньше времени выступил, то ли, в принципе, потому что неправильно он поступил, что вообще примкнул Гитлеру. То есть не так уж безоговорочно он не поддерживает Гитлера. И завершается это вот следующим предложением. Я больше связываю надежды с Гинденбургом и Кромпринцем. То есть не с Гитлером он связывает свои надежды на будущее Германии. А с Гинденбургом, со старым солдатом. Ну и Кромпринц, ну тут вот проявляются его монархические, старинные гугенцовернские симпатии. Там на какое-то время он проявился в политической повестке. Я точно не знаю, что там за программа у него была, куда он, кого звал этот Кромпринц, что это вообще за человек. Ну просто обращаем внимание, что монархические мотивы у него более очевидны, чем симпатии Гитлеру. То есть Гиндендург, он еще раз разочарован потому, что тот зачем-то примкнул к гитлеру. От 2 мая, ну просто почитайте. Вот по поводу патриотизма он тут начинает говорить. Кто считает необходимым проводить беспристрастное исследование всех народов, чтобы составить мнение, которое из них лучше, ну там скорее лучше, тот не знает истинного патриотизма. Но на мой взгляд, автор такого тезиса не может считаться нацистом. Да, я ее тут немножко вырвал из контекста, но не так, чтобы тут что-то сильно искажалось. Ну потому что он перед этим, рассуждая патриотизм, сравнивает любовь к родине с любовью к матери, что там тоже ребенок не занимается тем, что беспристрастно исследует разных матерей, чтобы прийти к выводу, что его мама лучшая. Это основано на неком чувстве и на предрассудке, но в хорошем смысле. И что аналогичным образом в политике, основываясь на чувстве и предрассудке, вполне можно делать здравые и разумные суждения. Так, вот это все цитаты из Фреги, на которые я хотел обратить ваше внимание, которые, на мой взгляд, достаточно характеризуют, что неправомерно его записывают нацисты и в поклонники Гитлера. Если обобщить, собственно, о политических взглядах Фреги, то, ну, общее впечатление от его дневника такое, что человек застрял просто в прошлом. Потому что главный политический кумир у него по-прежнему Бисмарк. И он живет вот в политических ценностях, в понятиях раскладов вот той эпохи, когда создавалась и делала первые шаги «Единая Германия, созданная Бисмарком». Потому, да, ну, можно тут добавить, что, ну, уже известно, его биографы установили, что в своих служебных анкетах он себя обозначал всегда как национал-либерала, а это партия, которая почти всегда тесно сотрудничала с Бисмарком. Ну, не так, как «Единая Россия». Все-таки она была достаточно автономна, но, тем не менее, Бисмарк на нее, как правило, опирался. В 1918 году национал-либеральная партия развалилась, потеряла свою актуальность в изменившейся политической обстановке. Ну, и Фредди, видимо, не смог найти ориентировку, куда ему дальше трянуть. Больше того, вот вынуждены мы сейчас обращать внимание на антисемитские тезисы, но в этом дневнике они занимают несколько второстепенное положение. Больше всего и более эмоционально, и по объему, и по интенсивности эмоций он обрушивается, во-первых, на французское влияние. От них много зла идет. Они разлагают, понимаешь, здоровый дух германской нации. И, во-вторых, в полном соответствии с Бисмарком, главные враги у него все-таки социал-демократы и вот католическая партия центра все еще. Все еще с католиками он воюет. Вот их он, ну, прямым текстом считает, что главная опасность германского единства – это католический центр. Он там даже пишет, что социал-демократ при известных условиях может стать патриотом Германии. А вот представитель католического центра – никогда. Это совершенно чужие люди. От них самое главное зло для Германии. И второе обобщение. Ну, уже не по поводу Фреги, а вообще хотелось бы заметить, насколько вообще правомерной попытки установить связь между политическими взглядами и философией того или иного мыслителя прошлого. Ну, я на примере попробую пояснить. Я надеюсь, в этом не будет значительного передергивания. У Канта тоже можно встретить очень жесткие антисемитские рассуждения в некоторых работах. Вплоть до того, что он там очень серьезно обсуждает, практически предлагает заняться эвтаназией и иудейством. Что это там нация мошенников и бог знает чего. И на этом основании будем ли мы делать, будем ли мы утверждать такой тезис, что «Критика чистого разума» «Эта книга написана антисемитом». То есть утверждать-то все можно, но будем ли мы это учитывать, будем ли мы надеяться, что, имея это в виду, мы постигнем какой-то более глубокий смысл «Критики чистого разума». Или, может быть, мы признаем, что категорический императив – это антисемитский тезис. Вот когда говорят о том, что эту связь надо учитывать, хотелось бы все-таки слышать какие-то более развернутые аргументы. В чем эта связь? Потому что, повторю то, что я сказал в самом начале, основные свои вещи, относящиеся к логике и основаниям математики и к философии языка, Фреги уже написал лет за 30-40 до того, как взялся писать свой дневник. И что вот эти поздние вещи надо туда тащить, чтобы правильнее понять его ранние работы по логике. Да, когда только стало известно об этом дневнике, там один, значит, астроумный человек попытался провести аналогию, что вот то, что он пишет об идеальном языке, который он создает для того, чтобы там муха не пролетела, да, чтобы было очевидно, что в цепочку наших рассуждений не прокралось ничего из наглядного представления, чтобы все было прозрачно и все было обозримо. Вот, говорит, это прямая аналогия с концлагерем, с пулеметчиками на вышках, чтобы тоже ни одна душа живая не проскочила, не просочилась незамеченной. Ну, астроумный, конечно, но имеет ли это отношение к сути дела? Потому что аналогичные взгляды на основание математики имел, например, Бальцана. Ну как? Ну, тут, по-моему, есть люди более-менее знакомые. Бальцан, ну, человек, ну, святой человек, не умел вообще испытывать, по-моему, никому вражду. Какой-то такой христианский утопист. Какая там связь? Вот у него очень похожие взгляды, почти идентичные на основании математики и на логику похожие. Но вот политические взгляды у него были сильно другие. Того же Рассела, который тоже вроде бы логицист в основаниях математики. Но про него и рассказывать излишне, по-моему, это все достаточно известно. Вот если связь устанавливать здесь, то в обратную сторону разумно. То есть, надо говорить не о том, что автор о смысле и значении или грунтлагенный арифметик был антисемитом. А то, что вот человек, который на старости лет вдруг начал развивать антисемитские теории и использовал при этом свои навыки изощренного логика и исследователя в основаниях математики. Когда строил методологические какие-то вещи для обоснования своих антисемитских и вообще консервативных взглядов. Вот в обратную сторону уместно эту связь восстанавливать. А вот туда увязывать содержательные вещи его логики и основания математики с политическим консерватизмом и антисемитизмом, ну это, по-моему, полный произвол и никаких оснований для этого мог. И не только в связи с Фредди. Но, во всяком случае, это вопрос спорный. Вот я готов согласиться, что вопрос действительно спорный. но я скорее склонен отвечать на него отрицательно. Или, по крайней мере, для того, чтобы эти связи устанавливать, ну, надо все-таки переводить какие-то более развернутые аргументы. А не просто вот констатировать сам факт и делать по этому поводу круглые глаза. Ах, посмотрите, это все писал антисемит. И что теперь? Так, все, хватит. Достаточно. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Ну, пожалуй, все-таки мы потратим немножко времени на вопросы, если таковые есть. У меня вот вопросов нет, я только солидарность выражу. Спасибо. Спасибо. У меня есть небольшая... Да, пожалуйста. Юрий Юрьевич, большое спасибо за доклад. Вы очень интересная информация. Я периодически слышу, особенно от студентов, которые, когда им упоминаешь имя какого-то философа, они идут в Google, а в Google сейчас в основном всякие скандальные истории находятся. И про Хайдеггера, нациста, они как бы больше меня уже знают. Ну, в кавычках, естественно, там тоже спорная ситуация. И про Фрегги. У меня к вам, знаете, такой вопрос. Не про Фрегги, а в принципе. А вот ваш последний пассаж, вы сказали, что спорно вообще связывать, допустим, теории того или иного человека, концепции того или иного человека с его жизнью и так далее. И есть подарки у такого подхода, которые по поведению человека оценивают его теории в целом. И вот насколько вообще правомерно, на ваш взгляд, в принципе, хоть как-то упоминать биографии человека тогда, когда вы обсуждаете его концепцию. И концепция – это набор каких-то положений с разной степенью выведенности друг из друга. Фактически речь идет типа как аксиом, из которых потом выводятся различные предложения. Какое отношение это имеет к тому, за кого человек голосовал на выборах или выступал против выборов или еще что-то? Как вам кажется вообще? Можно ли хоть какую-то связь проводить? Да никакого. Слушайте, тут как-то устроено, я не вижу, кто это, с кем я говорю. Меня зовут Гущин, и я просто без камеры. Это Илья Гущин. Нет, просто тут никак не высвечивается. Да, Илья, совершенно с вами согласен. Ну, нет, конечно. Ну, для оживляжа, студентов, чтоб не уснули, можно сказать. А вот он. Ну, типа как. А вот Декарта, он участвовал в осаде Ля Рошели. Ну, так, чтобы публику оживить. Но, разумеется, к философии Декарта факт его участия в осаде Ля Рошели никакого отношения не имеет. Так же и все остальное. Если имеется, то там вот надо конкретно смотреть, где, какие, что. Я не просто так вот зафиксировал и сделал круглые глаза. Да, просто вот самый, наверное, большой негодяй за всю историю философии, наверное, Платон, который много чего делал плохого с точки зрения морали. При этом вся философия, ну, не вся, ну, практически, наверное, вся на его наследии живет и ничего как-то. Не становимся мы плохими людьми от того, что изучаем Платон. С вами согласен, да. Да тут очень эфемерно вот эти связи. Может быть, где-то они есть, но надо тогда конкретно говорить, в чем именно это, вот на что конкретно это влияет. Ну, да, вот философский холизм, философская целостность где-то как-то коррелируют с консервативными традиционалистскими взглядами. Где-то вот. Ну, это вот философия политики, может быть. Вот философия политики, да, но поскольку мы говорим о философии вообще, о философии морали, о философии математики, ну, тут уже не очень понятно, какая тут связь. Тут какие-то будут тонкие нужные рассуждения. Вот, да, оговорку я сделаю в том, что касается философии политики, то тут вот, возможно, и есть такая связь. Можно об этом говорить. Но во всем остальном, ну, непонятно как. Да, если позволите, я еще пару слов скажу. Да. Я полностью согласен с Юрием Юрьевичем. В некоторых областях философии, допустим, философия по политике, социальная философия и так далее, можно поискать связь с политическими взглядами данного мыслителя. Но я бы хотел отметить еще один аспект. Если мы берем философию, которая является общезначимой, типа философии Канта, философию, которая стала, так скажем, высокой технологией всего человечества, когда мы на общечеловеческое выходим, то в данном случае мы уже не имеем права никаких аналогий с политикой выстраивать. Если у философа есть что-то самостийное, он что-то там выделывает, что не является универсальным для всех, то нужно поискать связь. Если же он сделал что-то универсальное, типа логики или каких-то общезначимых систем, то никак не удастся нам провести аналогию между тем, что он создал общечеловеческого и тем, какие он имел там, если имел политические и другие взгляды. Ну да, да. Коллеги, у нас время уходит. Я вот еще на правах ведущего прочитаю из чата, из группового. Здесь некий, ну он вопрос, но насколько я понимаю, он что-то из разряда риторического вопроса. Такая сентенция Даниса Султанова, прости меня, Данис, пожалуйста. Раньше по-другому коверкал. Разве университет не является по определению космополитической структурой? Дело ли в особенностях немецкого университета или политически ангажировать немецкие профессуры в сторону антисемитизма личное заблуждение каждого, пусть и массовое в рассматриваемый период времени? Ну вот так вот, как смог, я прочитал. Ну да, все соглашаются в этом отношении, да. Спасибо, Юрий Юрьевич. Очень все было хорошо, замечательно. Мы очень рады, что ты нас не бросаешь даже в эту годину тяжелую, да, и мы видим тебя хотя бы так, а слышим вообще замечательно. И очень интересно. Спасибо вам, что вы хотите меня иногда слушать. Ну приезжай к нам, не забывай. Спасибо.